Мы хорошо? Хорошо. Спасибо всем. Меня зовут Ольга Кавали. Я являюсь представителем по национальной кибербезопасности от Аргентины. Я также... Здесь Трейси Хакса, который возглавляет почты. И он вместе со мной будет председателем на сессии, каким образом сократить разрыв в международных переговорах. И опытом в области борьбы с киберпреступностью. Позвольте представить уважаемых коллег и друзей, которые присутствуют с нами сегодня. Господин Кристофер Пейнтер, который является директором GFC, глобальный форум по киберэкспертизе, является также очень известным специалистом по киберпреступности. И он был первым из тех, кто стал кибердипломатом или киберпосланником в мире. Кроме того, онлайн Родригес из фонда Electronic Foundation является директором по глобальной защите личных данных. Приветствуем вас. Вы наслышите? Да, слышу. Хорошо. Вы родом из Перу, но сейчас находитесь в Нью-Йорке. Добро пожаловать к Алице. Алица Сталсак, первая вице-президентная глава общественной политики. Добро пожаловать, Алица. Тресси, вам слово. Представьте, пожалуйста, других участников. Спасибо. Добро пожаловать всем на это заседание. Хочу представить Елизавету Великову, которая является председателем Альянса по защите детей. Вы наслышите? Елизавета, вы наслышите? Да? Да, присутствует в удаленном формате. А также у нас есть в качестве гостей Эрнесто Фернандо, заместитель министра по телекоммуникациям Республики Куба. Добро пожаловать, замминистра. Среди удаленных участников у нас также есть Локолагуни, программа офицера по кибербезопасности, предложения искусственного интеллекта, интернета, экономического сообщества западно-африканских государств также присутствуют в удаленном формате. Вы нас слышите? Да, слышу. Хорошо. Ольга, начинайте. Спасибо, Тресси, спасибо уважаемым всем участникам дискуссии, тем, кто присутствует в зале, тем, кто в Киоте, тем, кто подключился в удаленном формате. Какова задача этого заседания? У нас, как вы знаете, есть много различных усилий, форумов и так далее по киберпреступности. Например, рабочая группа открытого состава и ЧСООН, есть различные региональные инициативы и так далее. Но каким образом они все связаны с деятельностью на национальном уровне, с национальным правоприменением, как это связано с деятельностью компаний, которые пытаются распространять и применять передовой опыт? Каким образом происходит взаимодействие между глобальной политико-глобальными инициативами и усилиями и деятельностью на национальном уровне? Есть ли между ними связь? И можем ли мы укрепить эти существующие связи между деятельностью на глобальном, региональном и национальном уровнях? Мы подготовили вопросы. А нет, простите, я должна передать микрофон Трейси, которой Трейси также хотела сказать несколько вступительных слов. Простите, Трейси, ничего страшного, спасибо. Я хочу просто добавить к вышесказанному. Давайте действительно поговорим о передовом опыте. Давайте попробуем сформулировать конкретные хорошие примеры и будем обсуждать вопрос по существу. Поделитесь вашим опытом практически в вашей группе заинтересованных сторон. Может быть, вы можете рассказать о том, чем занимаются ваши клиенты в области кибербезопасности. Каков передовой опыт в области предотвращения киберпреступности и какие можно извлечь уроки? Я очень надеюсь на то, что наш разговор будет по существу. Давайте говорить о практике, а не о теории. О кибербезопасности на практике. Спасибо, Трейси. В таком случае первому вопросу будет обращен к Кристоферу, у которого очень богатый опыт. Если он представит вам список стран, которые он посетит в ближайшие 30 дней, то вы просто поразитесь, поскольку он занимается наращиванием потенциала в области кибербезопасности. Кристофер, скажите, пожалуйста, рабочая группа открытого состава ООН, Чедвичайный комитет по киберпреступности ООН и другие подобные органы. Каким образом могут они эффективным образом включить в свою работу практический опыт, которым располагают специалисты в области кибербезопасности? Спасибо, Ольга. Мне очень приятно находиться в этом зале. Вас, наверное, интересует, что это у меня надето на шее. Вы знаете, когда я пришла работать в правительстве, в правительстве Японии, вручили мне Орден Восходящего Солнца. Впервые такая награда была вручена в связи с моей деятельностью по кибербезопасности. Я хочу поблагодарить и очень тепло поблагодарить правительство Японии, поскольку я очень тесно сотрудничала с ними по вопросам кибербезопасности. Нужно сказать, что у меня действительно богатый опыт. Я был федеральным прокурором, я занимался киберпреступностью до того, как эта тема стала такой модной. Работал я в ФБР, в Белом доме, в Госдепартаменте. И я, конечно же, слежу за тем, как ведется работа в рабочей группе открытого состава, в чрезвычайном рабочей группе по киберпреступности. Конечно же, это не единственная структура, есть подобная работа, которая проводится вне ООН, за пределами ООН. Это очень важный вопрос. Каким образом можно включить вот этот опыт практически с тем, что происходит в подобных международных организациях? Вы знаете, у нас теперь есть кибердипломаты, есть специалисты, которые этому посвятили свою карьеру. Но они, может быть, не понимают практически всех аспектов, с одной стороны. С другой стороны, например, в ООН это, конечно, прекрасно, потому что можно все страны объединить, но это форум для стран, а не для других заинтересованных сторон. И, конечно же, очень много геополитических аспектов с этим напрямую связано, поэтому немало того, что происходит в таких форумах, связанных с геополитикой, а не с практикой. Так вот, когда ведутся переговоры по международному договору по киберпреступности, что практически работает, что не работает, как защитить права человека и так далее, очень важно привлекать экспертов как со стороны правительства, так и вне правительства. То же самое можно сказать и по рабочей группе открытого состава по кибербезопасности. У нас действительно есть огромный опыт за пределами этих залов. Необходимо понять, каким образом привлечь этот опыт. Да, действительно, все, что происходит, это здорово, но все это, конечно же, не идеально. Мы можем говорить о модели с участием множества заинтересованных сторон, но будем говорить об этом чуть позже. Я считаю, что договор о киберпреступности на основе Батапешской конвенции – это очень интересный вопрос. Конечно, неизвестно, чем все это закончится, потому что у нас есть геополитические разные точки зрения. Конечно, очень здорово, что все страны встречаются в составе рабочей группы открытого состава, но в то же самое время иногда я сижу там и слушаю, что происходит. Ничего не происходит, потому что процесс очень медленно движется. Поэтому мне кажется, что, да, действительно, это стало в большей степени политическим приоритетом для стран, что хорошо. Но мне кажется, что по-прежнему наблюдается пробел между политическим уровнем и практическим уровнем. И это означает, что нам необходимо делать все возможное для того, чтобы обеспечить политики на местах. Идет ли речь о киберпреступности и с тем, чтобы политика и международные договоры принимаемые отражали ситуацию на практике и позволяло нам ловить киберпреступников. Еще в завершение я хочу сказать следующее. Вот, например, когда мы говорим о том, что в последние годы огромный был объем попыток захватить данные с тем, чтобы требовать выплат, то это привлекло к себе внимание, потому что из-за этого люди осознали значение этой проблемы, поскольку они лишились непосредственно денег для того, чтобы купить себе бутерброд или заполнить машину бензином. То есть, благодаря этому, я думаю, что эта тема не утратит своей актуальности с точки зрения внимания, которая ей уделяется. Не только в этом зале на завопределами. Мне кажется, что очень важно, чтобы подчеркивать значение взаимодействия между теми, кто занимается техникой и правительством. Я считаю себя техником, я инженер по образованию. Так вот, нам нужно научиться объяснять эти концепции нетехническим языком, так чтобы те, кто работает в других заинтересованных группах, могли бы также понять это на концептуальном уровне. Да, и, кстати, очень политики нередко боются этой темы, потому что она сложная. Но совершенно не нужно быть программистом для того, чтобы понять основные геополитические проблемы, связанные с этим. Я раньше был юристом, мне до сих пор удается с людьми найти общий язык, так что и у вас получится. Ну, хорошо, я еще вернусь к вам с вопросами, а пока позвольте мне обратиться к отец, который находится в Нью-Йорке. Вы меня слышите? Да, слышу. Я рада, что могу вас увидеть хотя бы на экране. Надеюсь, что вскоре встретимся с вами в очном формате. Давайте поговорим о роли СМИ. Как вы считаете, успешная коммуникация по вопросам киберрисков, кибернападений? Каким образом может это позволить нам сократить разрыв между переговорами и конкретными усилиями по привлечению внимания к этой проблеме и способствуя принятию решений? Вам слово. Спасибо, Ольга. Я очень рада возможности выступить на этой сессии. Прежде всего, хочу сказать, что я занимаюсь защитой личных данных на глобальном уровне, особенно в том, что касается защиты личных данных в рамках уголовных расследований. Я давно уже занимаюсь этим вопросом, и вопросом, который касается законодательных вопросов, и занимаюсь этим с точки зрения гражданского общества. В настоящий момент большая часть моей работы посвящена переговорам, которые ведутся в ООН, которые скоро будут вестись в Вене или в Нью-Йорке по международному договору. В том, что касается глобального уровня, то, как уже говорил предыдущий докладчик, действительно, ситуация разная в разных странах. Шесть переговорных процессов очень спорные, очень много споров по этому договору, поносительно того, каким образом можно опираться на научные данные в принятии решений по правоприменению. Проблемы безопасности широко освещаются в СМИ от ботнетов до заражения вирусами компьютеров, до закрытия компьютеров под выкоп. И все это напрямую связано с правами человека. Необходимо опираться на подход, основанный на правах в вопросе кибербезопасности, с тем, чтобы был свободный интернет от таких зловредных нападений. Но очень много программ, устройств не защищены. И процесс раскрытия, и решение проблемы этих уязвимостей не получают достаточного финансирования на внутреннем и на международном уровне, как на федеральном, так и на уровне штатов. И многие люди не знают, как защищаться от подобных атак. Если требуют выкупа, то это проблема, которая не включает в себя весь объем проблем. И нельзя лишь расширять полномочия правоохранительных органов. СМИ могли бы также пролить роль на то, какую роль имеют ученые в области исследований, каким образом могут способствовать журналисты и другие люди в защите наших прав. Ведь очень много специалистов работает в технологических компаниях, и они должны сделать исследования в области технологии приоритетом. И рассказывать о вызовах и о проблемах можно тем самым сделать более человекоподобным весь этот технологический мир. И нынешний момент обсуждения договора в ООН может поставить под удар работу исследователей. Нам необходимы лучшие меры стимулирования для того, чтобы сделать наши сети более безопасными, больше привлекать к этому проблеме пользователей и разработчиков, а также пользователей. И лучше определять угрозы и веземные места. И лучше защищать тех, кто ведет исследования в области кибербезопасности. Но стили, например, по ведению переговоров в ООН исключительно говорят о повышении полномочий правоохранительных органов. И при этом минимальное внимание уделяют другой повестке дня в области кибербезопасности, с тем, чтобы сделать технические сети сильнее на техническом уровне. Иногда, расширяя право применительных органов, является контрпродуктивным, потому что это подрывает права человека. Например, это может поправить такие права человека, как право на свободу речи или на свободу политической деятельности во имя борьбы с киберпроступностью. Это может помешать работе тех, кто пытается сделать нас более безопасными и повысить нашу безопасность на техническом уровне. Некоторые положения этого договора могут сделать криминальной деятельностью тех, кто ведет исследования в области кибербезопасности, и тех, кто пытается золотать существующие дыры. И необходимо, чтобы было недопустимо подрывать меры по повышению кибербезопасности для того, чтобы продлевать проведение уголовного расследования. Те, кто хорошо знаком с компьютерной системой, не должны передавать ключи и пароли при проведении киберрасследований без того, чтобы об этом узнал работодатель. И нельзя предоставить такие полномочия. То есть нужно не только помнить о киберпреступности, нужно помнить о всей кибербезопасности в целом и обо всех аспектах кибербезопасности. Нельзя терять это из виду, потому что, во-первых, среди киберпреступников есть не только грабители. Кибер-атаки нередко касаются не только этих денег. Нередко их задачей является нарушение работы. И поэтому СМИ могли бы разъяснять, с чем связаны те или иные атаки и объяснять людям, что они небеззащитны перед лицом таких атак. Кроме того, существует возможность укрепления нашей инфраструктуры. Например, технологические компании должны быть независимы и сотрудничать с правительством. Молее активное сотрудничество могло бы способствовать проведению дополнительных исследований в области кибербезопасности. И СМИ также со своей стороны могли бы внести в это свой вклад. Большое спасибо, Ролейцы. Это очень важная концепция. Например, в том, что касается безопасности по проектированию. И необходимо знать, что является уязвимостью. Например, в Аргентине у нас такая политика. Если мы знаем, что есть какое-то слабое место, уязвимое место в сети, мы информируем соответствующий правительственный орган об этом. Вы также упомянули то, что СМИ играет очень важную роль в информировании общественности о том, что происходит. Вчера как раз мы на открытом форуме, который мы организовали, мы именно этот вопрос обсуждали. Иногда мы узнаем о том, что была атака именно из СМИ. И узнаем о том, на кого напали, и кто оказывается уязвимым. И те, кто пострадали, не делятся этой информацией. Поэтому СМИ действительно играют очень большую роль. Большое спасибо за ваш комментарий. И мы еще дадим вам слово чуть позже. А теперь я хочу задать Алисе вопрос. Скажите, пожалуйста, IGF, форум по управлению интернетом, каким образом может он сыграть свою роль в продвижении кибербезопасности и обмену мнениями по вопросам кибербезопасности по инициативе власти кибербезопасности и практическим усилиям, направленным на повышение кибербезопасности? В этом состоит основная цель нашей сессии. Спасибо за участие. Благодарю вас за приглашение принять участие в этой дискуссии. Мне кажется, что нужно сначала объяснить, почему и как я оказалась на этой сцене. А потом я уже отвечу непосредственно на ваш вопрос. Клэр – это глобальная компания по кибербезопасности. Мы работаем более чем в 100 странах, у нас есть оборудование более чем в 100 странах, мы защищаем людей по всему миру, у нас миллионы клиентов. 20% всех сайтов проходит ежедневно через нашу сеть. Что мне интересно в этой связи? То, что мы, как представители Интеросли, как компания по кибербезопасности, играем роль в следующем. Мы знаем, откуда поступают атаки, мы их видим, и мы знаем, что происходит в интернете и на внутренних сетях. То есть мы играем, если хотите, с обеих сторон, по обе стороны поля. Так что если отвечать на заданный вами вопрос, то мы в Cloudflare сделаем следующее. Во-первых, мы помогаем людям себя защитить. То есть необходимо понять, что чем бороться с киберпреступностью, лучше ее предотвратить. Задача кибербезопасности – это защита. Не допустить кибернападения – это решение некоторых проблем. Это напрямую связано со всеми остальными. Речь идет не только о правоприменении. Если вы можете предотвратить киберпреступление, то нет необходимости правоприменения. Куда лучше следовать такому подходу. Если говорить об отрасли, какие могут быть решения? Нужно прежде всего проектировать во имя безопасности так, чтобы предупредить кибербезопасность. Если говорить о киберпреступности, то с практической точки зрения нередко мы наблюдаем пробелы. Да, киберпреступность – это глобальное явление. Давайте честно скажем, что она не знает границ. Но с практической точки зрения это означает необходимо иметь международное сотрудничество для обеспечения действий правоохранительных органов. Это значит, что необходимо убирать барьеры. И делать это так, чтобы это учитывало человеческие факторы. Это очень важный момент. В том, что касается IGF. Мы в Cloudflare следуем ряда инициатив, которые защищают уязвимые группы. Так, например, проектирование для безопасности. Кроме того, мы объясняем людям, как они могут себя защитить, что они могут сделать для обеспечения собственной безопасности. И мы считаем, что IGF – это прекрасная площадка для того, чтобы распространить информацию о том, каким инициативами можно пользоваться для того, чтобы себя защитить, какие можно шаги сделать для того, чтобы себя защитить, чтобы люди знали об этом еще до того, как вы дойдете до гиперпреступности. И еще что интересно в отношении IGF – то, что это форум, который действует по принципу модели с участием множества заинтересованных сторон. То есть не только правительство присутствует, но и представители отрасли, и гражданское общество. То есть, иначе говоря, все эти элементы, которые позволяют составить всю картинку воедино. Таких форумов не так много. Поэтому, с практической точки зрения, мне кажется, что это одно из главных направлений деятельности IGF – как проинформировать население о том, какие существуют возможности для обеспечения самозащиты, какие есть барьеры к деятельности правоохранительных органов, какие препятствия нужно преодолеть. Спасибо, Алиса. Мне кажется, что это действительно очень важное замечание относительно того, какую роль играет IGF в том, чтобы приблизить разных игроков, которые работают с одной целью. И действительно, это прекрасная площадка для того, чтобы здесь могли побеседовать эксперты технического сообщества, представители гражданского общества, представители правительства, обменяться своими мнениями, вместе выпить чашечку кофе, или, может быть, съесть вместе суши и заодно все обсудить. Я считаю, что действительно сокращение этого разрыва имеет очень большое значение. Нередко на многосторонних встречах, конечно, тоже они важны, но там это сделать не так легко, и там есть препятствия к участию других заинтересованных сторон, и нет возможности к такому свободному потоку информации, обмену информацией. А теперь, Тресси, я хочу вам передать слово, вы сможете задать следующие вопросы другим участникам. Спасибо, Ольга. Позвольте мне сказать следующее. После того, как я задам следующий набор вопросов, я открою прение, то есть вы сможете подойти к микрофону и задать свой вопрос из зала, или задать вопрос, если вы удаленный участник, это во-первых. А во-вторых, один из выступающих, кому я задам вопрос, будет выступать на испанском языке. Так что, если вы не владеете испанским языком, то я рекомендую вам взять приемник для перевода, либо вам придется читать с экрана перевод на английский язык. Ну а теперь я хочу передать слово Елизавете по защите детей. Елизавета, скажите, пожалуйста, каким образом мы можем способствовать механизму саморегулирования, передовому опыту и инициативе тем, чтобы способствовать сотрудничеству в борьбе с киберугрозами, и каким образом мы можем, прежде всего, защитить детей онлайн. Елизавета, вам слово. Самой избылимой частью общества являются дети. Создание безопасной цифровой среды для ребенка и защита его от гиберугроз, которые только набирают обороты в последнее время, одна из тех причин, почему в России был создан альянс по защите детей в цифровой среде. Подобный тренд не является исключением, так как во время саммита БРИКС-2023 министры цифрового развития стран-сообщества выразили приверженность вопросу защиты детей в цифровой среде, призвав к созданию международного альянса по защите детей в цифровой среде. Подобные явления в лишний раз подтверждают актуальность данной тематики не только в Европе, но и для глобального юга. Говоря от российского IT-сообщества, я могу смело заявить, что добровольное обязательство цифровых платформ и крупных игровков IT-рынка является наиболее эффективным способом всеобщего объединения мобилизации, направленного на защиту детей в интернете. Напомним, что это именно инициатива бизнеса и российских IT-компаний. Мы в альянсе стараемся защитить молодое поколение от киберогроз не через ограничения, а через создание позитивных игр, позитивного контента и развивающих программ. Что касается более конкретных мер по защите детей, то нами была разработана фартия «Цифровая этика детства», отращающая рекомендации для всех участников рынка – родителей, педагогов и бизнеса. Это первый в мире документ мягкого права, в основе которого этические принципы уважения ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и защита прав детей. Одним из ключевых моментов в харте является саморегулирование цифровых платформ и в плане проактивной модерации контента. Платформы могут и должны принимать меры для предотвращения распространения негативного контента сексуализированного, который может нанести вред ребенку. Кроме того, Альянс также занимается повышением цифровой грамотности для детей и взрослых. И за последнее время мы провели более 20 мероприятий просветительского характера. Создание Альянса и харти является важнейшим шагом в защите детей в цифровой среде. Это демонстрирует, что при верных условиях крупные цифровые платформы могут сами осознать необходимость регулировать тот контент, который производится, если он наносит вред ребенку. Рассматривая риски для детей в эпоху глобальной цифровизации, следует отметить, что наибольшую тревогу вызывает угроза сексуального характера и насилия в интернете. Никогда еще не было так легко злоумышленникам совершить сексуальные преступления, связанные с нанесением вреда ребенку. Поделиться изображениями или побудить их к каким-либо действиям. Около 80% детей в 25 странах мира сообщают, что чувствуют себя в опасности сексуального насилия в интернете. И действительно, проблему сексуальной эксплуатации, сексуального насилия и в целом проблема изобилия в интернете ликодоступного сексуализированного контента содержат изображения и сцены сексуального характера, которые могут нанести психологические травмы ребенку. Это наиболее острое и требуемое решение проблемы. И, к сожалению, несмотря на усилия мирового сообщества и международных организаций, мы все еще далеки от решения этой проблемы. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ в своем докладе в 2022 году заявила о том, что предотвращению онлайн-насилия в отношении детей уделяется особое внимание сексуальному насилию над детьми и подчеркивает особую важность этой проблемы. Также глобальный альянс «Вив Протект» на своем информационном ресурсе подчеркивает, доступ к материалам сексуального насилия над детьми, таких как скам, в интернете становится все больше и проще. А их объем настет настолько, что мы сталкиваемся с цунами этих угроз и насилием над детьми в интернете. Нам все хорошо известно, что ребенок младше класса сможет двумя кликами пальцев связаться с интернетом и получить доступ к любому контенту, который в том числе может его травмировать. Собранная статистика инцидентов и случаи с негативным последствием для здоровья ребенка явно не отражает реальной картины, поскольку многие родители и дети не обращаются в правоохранительные органы с заявлением о таком насилии, да и дети зачастую не приходят с проблемой, к родителям. Какие же дополнительные шаги мы можем предпринять для защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия? Как мы можем усилить борьбу с распространением материалов с сексуальным насилием над детьми и в целом с распространением контента сексуального характера, который угрожает психическому здоровью ребенка? Наиболее действенным и практическим мерами, на наш взгляд, является обмен данными о лекализации вредных и опасных для ребенка материалов, объем данными о новых способах и механиках, которые используют злоумышленники и преступники, создавая черные, создание черных списков ресурсов со скам и с актуализированным контентом и детской порнографией, а также обмен данными о самих злоумышленниках и преступлениях, в которые, в которую эта категория попадает, задание новых технологических возможностей для выявления и блокировки скам и вредно-доносного контента сексуального характера и принятия комплексных мер с точки зрения концентрации входных потоков трафика, более эффективного использования технологии искусственного интеллекта. В свою очередь Альянс разработала такую систему, она называется база хэшей. База позволяет компаниям передавать информацию о противоправном контенте в виде цифрового отпечатка хэшей и блокировать его в моменте. За 22-й год было заблокировано более 9 тысяч таких отпечатков, а в 23-м году уже 232 тысячи. В апартаментном проекте на добровольных началах участвуют российские IT-компании. И в заключение мне хотелось бы сказать, что мы открыты к диалогу и надеемся, что мы все вместе сможем объединить усилия для создания позитивной цифровой среди для детей, которым не будет насилия и доступа к такому сексуализированному контенту. Спасибо вам большое. Спасибо. Вопросы торговли детьми очень серьезные. И, конечно же, стоит с большой осторожностью заниматься этими проблемами. Они требуют нашего внимания. И мы работаем государственными органами для того, чтобы побыстрее принимали соответствующие нормативно-правовые акты. С большим интересом выслушал вашу презентацию и надеюсь, что будет возможность задать вам вопросы. Далее я обращаюсь к заместителю министра Эрнесто Родригесу Хернандесу. Угрозы, с которыми сталкиваются государства в киберпространстве, вызывают растущую обеспокоенность. Эта тема широко обсуждается на международной арене. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением по этому вопросу, а также какие действия, как вы считаете, могут помочь смягчить влияние этих угроз. Большое спасибо. Благодарю уважаемых коллег за возможность выступить здесь и поделиться моими мыслями по этой теме, теме, столь важной для всех, для всего человечества. Я считаю, что прежде всего необходимо определить киберпространство, дать чёткое определение киберпространства и отслеживать возможности для возникновения правонарушений в этом пространстве. Это включает возможность использования кибероружия, а также операций, то есть преступных операций и противодействия таковым. Это необходимо для того, чтобы для профилактики преступлений, для сдерживания такой противоправной деятельности. Это опасность, которая усугубляется доктринами, при которых использование силы считается чуть ли не единственной возможностью реагирования на кибератаки. Далее, сейчас учащаются случаи незаконного использования компьютеров, принадлежащих другим государствам для того, чтобы, собственно, совершать кибератаки против этих стран или других стран. Это может выступить триггером международного конфликта. И далее, соцсети, радиоэлектронные, вещательные платформы тоже используются как платформа для вмешательства в дела, в чужие дела, и там звучат призывы к распространению информации, призывы к насилию. Это используется с политической целью против других государств. Это является, собственно, предпосылкой для использования силы и также представляет собой растущую угрозу для других стран. Поэтому, конечно же, крайне важно следовать букве международного права и чётко отслеживать такие проявления. Это так называемая война четвёртого поколения, которая ходит корнями в манипулировании эмоциями, использовании информации, которая обрабатывается и хранится. И здесь выходят на первый план вопросы защиты данных. Многие корпорации также превращают всё это в бизнес-модель. И всё это происходит в международном контексте. Там, где на фоне этого всего происходят и обычные войны, попытки смены режима и нарушения хартии ООН и международного права. В этой среде как раз и совершаются такие преступления на таком фоне. Что мы можем сделать для того, чтобы противостоять этим угрозам? Ну, во-первых, мы должны принять международные обязательства с тем, чтобы ИКТ можно было бы использовать только в мирных целях, только для сотрудничества и развития народов. Также мы должны преодолеть колоссальные технологические разрывы, которые препятствуют развитию развивающихся стран и мешают им инвестировать достаточные средства в кибербезопасность. Это крайне необходимо. И мы уже много об этом говорили. необходимо принять международный инструмент, обязательный для выполнения, который бы дополнял уже существующее применимое международное право и закрывал правовые лакуны, которые существуют в области кибербезопасности. Те инструменты, которые могли бы реагировать на угрозы. Это крайне важно, равно как и важно наращивать международное сотрудничество в том, что касается, например, реагирования на происшествия в области кибербезопасности, при этом, конечно же, учитывать интересы отдельных государств, международное право и соответствующие законодательства на национальном уровне. Кроме того, важно обмениваться передовым опытом, а также укреплять операционную готовность нашу перед лицом киператак. И мы также должны говорить на общем языке здесь с тем, чтобы такой обмен мог состояться. Необходимо создать некий механизм многостороннего характера под эгидой ООН, который мог бы четко описывать такие киберпреступления с использованием ИКТ. Большое спасибо, уважаемый заместитель министра. Вот вы говорили о нарушениях международного права, включая в некоторых случаях нарушителями является государство. Такие случаи происходят в киберпространстве. Ваш призыв к использованию ИКТ только в мирных целях, только во благо народов действительно резонирует со всеми нами. Действительно также резонирует и призыв к созданию международного инструмента, перекрывающего пробелы в кибербезопасности. Я думаю, что это станет еще предметом дальнейших дискуссий. Благодарю вас и надеюсь, что мы сможем также еще выслушать вас в рамках сессии ответов и вопросов. Дальше госпожа Фолаки Огалунджу из африканского сообщества, который расскажет нам о том, что происходит в регионе Западной Африки. 15 государств входят в западноафриканское сообщество. Расскажите, пожалуйста, о основных сложностях, с которыми сталкиваются эти государства в области кибербезопасности и киберпреступлений. Спасибо, Трейси. Действительно, как говорила Алиса, вопросы, которые мы обсуждаем здесь, имеют глобальный характер. В западноафриканском регионе, позвольте мне рассказать вам о географии, у нас 15 действительно государств-членов, и только 11 из них – это наименее развитые страны, НАЭРС. И вот на этом фоне в последние несколько лет четко просматривается нехватка координации на межнациональном и международном уровне в рамках нашего региона. И мы видим, что здесь возникают вопросы доверия или нехватки доверия, которые мешают эффективному международному сотрудничеству по противодействию киберпреступлениям. Да, здесь уже упоминались Будапештская конвенция, либо в Африке у нас есть Малавская конвенция. Так вот, у многих государств просто нет возможностей технических знаний для эффективного сотрудничества с другими странами. Ресурсы – это большая проблема в этой части мира. И здесь есть три уровня – технические, финансовые, но также человеческие ресурсы. На глобальном уровне уже отмечается нехватка специалистов по кибербезопасности. А в нашем регионе, в Западной Африке, эта ситуация еще хуже. Не хватает попросту специалистов, квалифицированных для решения таких задач. Кадровая проблема, поэтому стоит очень остро. И каким образом мы можем распространять имеющееся знание, обучать специалистов – вот в чем вопрос. Далее. Финансирование. Наши госбюджеты, к сожалению, не учитывают вопросы кибербезопасности. Это так для многих стран нашего субрегиона. Поэтому здесь важно продумать, как мы можем как-то стимулировать инвестиции государства нашего субрегиона, вкладывать деньги и в оборудование, и в ПО для того, чтобы обеспечивать кибербезопасность. Далее. Регион пока не дошел до полномасштабной кибервойны. Поэтому многие задумываются только о физической безопасности, а о кибербезопасности забывают. Но сейчас наступает переломный момент. Сейчас много говорят о жизни до ковида и после ковида. Да, ковид стал действительно водоразделом для западно-африканского региона. Потому что до этого в основном всех заботили социально-экономические вопросы. Но на фоне пандемии цифровизация вышла на первый план. Потому что никто не был готов к такому раскладу. И для того, чтобы обеспечить базовые потребности населения, государства были вынуждены быстро внедрить цифровые решения. Цифровизация вывела на первый план фокус внимания к этим вопросам. И сейчас, как говорил Крис, речь идет об удержании внимания. Да, цифровизация привлекла внимание к вопросам киберпространства. Но сейчас важно удержать это внимание с тем, чтобы государства вкладывали достаточно ресурсов в эти вопросы. Некоторых уже делается немало. Но важно, чтобы во всех 15 государствах Западной Африки уделялось этому должное внимание. С одной стороны, мы говорим о свободном потоке людей и товаров через границы в субрегионе. Но ведь не стоит при таком раскладе забывать и об обеспечении кибербезопасности. Далее. Серьезный вопрос заключается в слабости инфраструктуры, имеется в виду цифровой инфраструктуры. Я буду говорить конкретно о западно-африканском регионе. Иногда у нас нарушения электроснабжения случаются, бывают, что падают телекоммуникационные вышки, просто нет электричества. Вот такая инфраструктура по-прежнему отстает. И поэтому, конечно же, важно обеспечить устойчивость критической инфраструктуры. Многие уже привыкли к отсутствию должной инфраструктуры и как-то придумывают какие-то другие выходы. И здесь нам нужно задуматься, как мы можем укреплять инфраструктуру с тем, чтобы она работала для населения. И здесь требуется тоже сотрудничество и кооперация между государствами-членами западно-африканского региона. Вот такое одноранговое сотрудничество. То есть не стоит всегда надеяться на помощь с глобального севера. Ведь у нас есть государства, в которых уже эта работа выведена на неплохой уровень, очень даже неплохой. Поэтому можно обмениваться опытом с менее развитыми в этом плане странами, с тем, чтобы вместе решать такие вопросы. Как говорила Елизавета, вот в том, что касается защиты детей, важную роль играет обмен данными. Это детский вопрос крайне важен. Но также это можно применять, этот важный принцип можно применять ко всему, ко всей проблематике кибербезопасности. И вот, например, наша котица говорила о стимулировании, о мерах стимулирования. Ведь многие работники публичного сектора недостаточно простимулированы, недостаточно заинтересованы, чтобы как-то улучшить ситуацию. Поэтому в государственном секторе важно поощрять, стимулировать внимание госслужащих к таким вопросам. Речь в том числе идет о повышении квалификации, об обучении, чтобы они понимали важность вопроса кибербезопасности. И здесь можно и задерживать и государственные частные партнерства, и другие механизмы. Пожалуй, на этом я остановлюсь. Большое спасибо, Фолаки. Очень интересные мысли вы высказали относительно сотрудничества, коллективных действий. Я тоже являюсь гражданином развивающегося государства. И действительно, у нас есть возможности работать вместе, обмениваться передовым опытом, обучаться у друг друга. У нас, например, мы создали центр обмена информацией. Это очень полезный ресурс. И в других отраслях это тоже можно сделать и в других регионах. Вы также говорили о нехватке ресурсов бюджетных и кадровых. Это проблема, характерная для всех развивающихся стран и особенно вашего субрегиона. Поэтому здесь, с одной стороны, конечно, требуется и поддержка в виде ресурсов, но также коллективные действия обмена опытом здесь тоже важны. А сейчас переходим к вопросам и ответам. Ольга, пожалуйста. Пожалуйста, может быть, предоставим возможность участникам из зала или онлайн задать вопрос участникам дискуссии. Или, возможно, у вас есть какие-то комментарии, дополнения к обсуждаемой теме. Пожалуйста, можете подходить к микрофону в зале или те, кто подключился к нам онлайн. Пожалуйста, поднимите руку. Затишье. Хочу поблагодарить Фалаке за интересные мысли, за ее комментарии. Вам удалось резюмировать вопрос, вызывающий беспокойность во всех развивающихся странах. Ведь это не только в Западной Африке возникают такие сложности. Во всех развивающихся странах ситуация, в общем-то, похожая. Есть ли какие-то комментарии или вопросы? Пожалуйста, онлайн или в зале. Вопрос онлайн отряда Хасана, вице-председателя Бангладешского молодежного отделения IGF. Каким образом мы можем обеспечить эффективное использование технологий, связанных с распознаванием изображений для укрепления кибербезопасности? Повторяю, как мы можем обеспечить эффективное использование технологий, связанных с новых технологий для обеспечения кибербезопасности? Эффективное использование новых технологий. Для обеспечения кибербезопасности. Я как раз хотела ответить на подобный вопрос. Дело в том, что сейчас много говорится о том, что безопасность должна быть встроена по умолчанию. То, что называется security by design, то есть безопасность, встроенная уже в сам продукт. И здесь мы видим, что может сыграть роль искусственный интеллект, который имеет как недостатки, так и множество достоинств. И есть множество систем, где искусственный интеллект может сыграть важную роль. Например, наборы данных, в которых можно быстро определить уязвимость, быстро определить в режиме реального времени и исправить ошибки. И в реальности мы можем уже сейчас настраивать системы так, чтобы использовать искусственный интеллект для выявления и угроз тоже. И здесь сотрудничество тоже крайне важно. Например, в обмене данными многие, например, ИИ требуют больших наборов данных. И здесь, конечно, выступают вопросы систем кибербезопасности. И важно, чтобы у всех был доступ к таким системам. Спасибо. Я хочу добавить. Согласен со всем, что было сказано. Новые технологии – это, конечно, важно. Нужно смотреть на общую картину кибербезопасности, не терять ее из виду. И мои коллеги из ЭКВАЗ говорили о том, что, когда мы говорим о вопросах кибербезопасности, особенно в странах глобального юга, в развивающихся странах, понятно, что им нужна помощь. Им нужно наращивание потенциала. Их нужно обучать в том, что касается противодействия угрозы национальной безопасности и кибербезопасности. И здесь, с одной стороны, есть, конечно, международное право, есть хартия ООН, и в рамках этого осуществляется содействие. Но при этом, когда говорится о новой технологии, в которых уже встроены эти вопросы, то здесь иногда есть опасность того, что это какая-то красивая оболочка, но по сути она не будет внедрена и распространена. Поэтому без укрепления потенциала, без обучения тому, как этим пользоваться, все это будет бесполезно. Поэтому у нас 200 членов и партнеров по всей стране, и это заинтересованные стороны таких организаций гражданского общества и другие, которые помогают нам распространять такие знания, обмениваться опытом. Говоря о практическом аспекте, отходя от политического среза, то здесь речь идет о том, что необходимо помогать странам защищать себя не только от новых угроз, но и от существующих, и укреплять потенциал их в мерах защиты. Далее. Я не увидела, кто первый поднял руку, а вот вижу справа. Пожалуйста. Большое спасибо. Меня зовут Джимса Луфи. Я из Нигерии, из Абуджи. У меня есть два комментария. Во-первых, хочу поблагодарить специалистов, участников дискуссии. Крис, Ольга, спасибо за работу, которой вы занимаетесь. Первый комментарий касается сотрудничества. Это о том говорила Фаллаке, о Западной Африке. Действительно, сейчас растет интерес к этим вопросам. Мы уже преодолели ковид. На фоне пандемии цифровизация с нами случилась и вышли на первый план вопросы кибербезопасности. Ими действительно надо заниматься со всей серьезностью, потому что многое, чем мы сейчас занимаемся в жизни, осуществляется онлайн. Экономическая комиссия ООН по странам Африки выступила спонсором экономического исследования, в рамках которого изучались взаимосвязи между кибербезопасностью и развитием. С целью исследования являлось того, чтобы продемонстрировать директивным органам на основе конкретных фактических данных то, как корреляцию между укреплением кибербезопасности и роста ВВП. И там, может, в процентах измерялся конкретный рост ВВП, то есть от 0,66 до 5,4% ВВП с укреплением кибербезопасности наблюдалось. Прежде всего, спасибо за ваши комментарии. Да, я в Адис-Абебе участвовала на заседании IGF, где представляли результаты этого исследования. Это очень интересно. И сейчас по всему миру растет интерес к этому вопросу. На фоне пандемии произошла цифровизация экономики, и экономические министерства иногда по-прежнему недостаточно сотрудничают или общаются с министерствами общественной безопасности. Но такая статистика конкретно демонстрирует четкую взаимосвязь и помогает донести важность инвестиций в кибербезопасности для правительственных органов. Благодарю вас. Есть ли еще комментарии? Может быть, кто-нибудь из наших удаленных участников хотел бы прокомментировать или ответить на вопросы, которые только что были заданы? Или комментарии? Я не могу почему-то найти кнопочку «поднять руку». Можно я выступлю? Да, пожалуйста. Я хочу отреагировать на то, о чем говорил Крис. Мы считаем, что подход, который опирается на региональные сообщества, такие как и у вас. Мы в последние годы сотрудничаем с тем, чтобы нарастить потенциал и всех вовлеченных стран. Ведь если вы на глобальном уровне занимаетесь наращиванием потенциала, то это может не соответствовать потребностям на местах. Например, это верно в отношении стран Западной Африки. Во-вторых, мы знаем о докладе, но я хочу еще раз подчеркнуть, что необходимо перейти на более низкий уровень. Да, мы хотим сделать так, чтобы больше государства понимали, как обеспечить кибербезопасность с практической точки зрения. Мы не можем просто взять то, что сработало в США, и предложить это в качестве решения в Западной Африке и ожидать хорошего результата. Нам необходимо взаимодействие, активная вовлеченность тех, кто здесь проживает, для результативности. И еще хочу вернуться к тому, о чем говорил о Трейсе, про ИСАК. Это очень важное замечание. Это один из подходов, которым следует наша комиссия. Мы только что запустили новую программу под председательством Германии, новую платформу по продвижению кибербезопасности в Западной Африке. И мы хотим у нас создать свое отделение ИСАК. Так что мы будем ориентироваться на то, чем вы занимаетесь, что вы уже сделали. И спасибо за то, что дали мне слово. Простите, я не хочу, конечно же, притягивать к себе все внимание, но я хочу прокомментировать следующее. Около двух лет тому назад, а может быть чуть больше, мы это признали. Необходимо, чтобы сначала был запрос поступил. Вот вам программы, выполняйте. Это не может быть устойчивым. Поэтому работа на глобальном уровне, на региональном уровне очень важна параллельно. Да, мы работали с разными группами экспертов. У нас была конференция большая в Гане. Которые принимали участие и те, кто занимается развитием, и те, кто занимается кибербезопасностью. Но мы работали и с организацией латиноамериканских государств. Мы работали с ОСИАНом. Недавно организовали центры для Тихоокеанских островов. И можно обмениваться информацией между регионами, потому что можно извлечь разные уроки из разных подходов. Спасибо. Тресси, может быть, вы зададите вопросы тогда следующим нашим докладчикам. Только просто представьтесь. Меня зовут Янгу Яд. Я из Министерства иностранных дел Новой Зеландии. Большое спасибо всем, кто выступил. Это прекрасно, что мы говорим о наращивании потенциала в области ответственного поведения государства и кибербезопасности. Это очень важная тема, особенно в контексте повышения устойчивости к киберугрозам. У меня вопрос к замминистра и также к другим участникам дискуссии. Замминистры, вы говорили о необходимости юридического инструмента об ответственном поведении государства в дополнение к международному праву. Мы в ООН немало говорили о международном юридическом инструменте. В том, что касается такого обсуждения, которое проводится в ООН, было принято решение о том, что международное право применимо к киберпространству. Это решение уже было принято. И настоящие эксперты этой темой занимаются, они прорабатывают, каким образом будет применяться международное право к киберпространству, какие конкретно правила будут применяться. Но мне хотелось бы задать следующий вопрос. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, каким образом переговоры по юридическим инструментам будут связаны с тем правилом, который уже применяется в киберпространстве? Конечно же, мы не можем предвосхищать переговоры. Мы пытаемся в нашем глобальном сообществе понять, как применяется это международное право. Многие страны уже высказались по этому вопросу, поделились своей точкой зрения. Но нужно, чтобы все страны сказали, какие есть пробелы, какие пробелы необходимо восполнить новому договору. Если говорить о международном праве к киберпространстве, то не только юристы должны этим заниматься. Нам необходимо участие гражданского общества, технического сообщества и всех заинтересованных сторон. Не только те, кто пишет о международном праве, чтобы этим занимались, но и все остальные также. Да, пожалуйста, я благодарю вас за заданный вопрос. Постараюсь отвечать кратко, учитывая, сколько времени у нас осталось на эту дискуссию. Прежде всего, необходимо отметить, что ведется очень важное международное обсуждение двух вопросов. Во-первых, существует потребность в правовых рамках, в дополнение к тому, что существует уже сегодня. А во-вторых, необходимо обсудить применение международных норм, в том числе норм гуманитарного права, в какой степени это применимо к безопасности и к технологическим аспектам. Конечно же, в настоящий момент мы сталкиваемся с ситуацией, которая сильно отличается от того, с чем мы сталкивались в прошлом, в связи с тем, что это происходит в киберпространстве. Потому что речь идет о международной безопасности. И эта угроза принципиально отличается от тех угроз, с которыми мы сталкивались ранее. Именно поэтому невозможно себе представить ситуацию, в которой сегодняшние существующие нормы, и в том числе существующая передовая практика, направленная и развивающаяся в киберпространстве, будет достаточной. Для того, чтобы обеспечить безопасность в киберпространстве, для того, чтобы обеспечить там сотрудничество и поставить киберпространство на службу развитию. Я полагаю, что эта технология, эти технологические изменения, новейшие технологии принципиальным образом меняют ситуацию, открывают перед нами новые возможности, конечно же. Но мы не можем просто доверять государствам в разработке подобных норм. Совершенно необходимо, чтобы разные государства работали в одной упряжке и таким образом обеспечивали безопасность киберпространства. Чтобы это было мирное киберпространство, направленное на нужды развития. Прежде всего, большое спасибо за вопрос. Спасибо вам, Нидерланды, потому что вы запустили. Но я буду опираться на свой опыт. Нормы поведения, которым следуют все страны в ООН, являются добровольными. Это политические обязательства. Если страны берут на себя обязательства то, что-то сделать, то другие страны должны обеспечивать, выполнять нормы. Мы знаем, что встречаются нарушения. Мы знаем, что договоры постоянно нарушаются. И если не будет системы подотчетности, то эти договоры международные будут словами на бумаге. Поэтому я считаю, что пока еще рано заключать международный договор. Даже страны, когда не соглашаются с этими нормами, они порой не понимают, что это означает. Сначала нужно провести предварительную работу. Некоторые страны беспокоены тем, что касается вредной информации, как это влияет на права человека и так далее. Я считаю, что международный договор – это будущее. А сейчас, прежде всего, нужно заниматься наращиванием потенциала. Я с этим согласна, Крис. С точки зрения отрасли нам сложно следующее. Когда вы пытаетесь в международном договоре что-то определить, то в результате это может привести к снижению безопасности, а не к повышению. С практической точки зрения, и это стало очевидно в результате переговоров по этому договору, например, доступ исследователей к информации для того, чтобы проводить исследования. Если вы слишком рано определите доступ, то тогда уязвимые места, невозможно будет поставить технологические заплаты. И это очень беспокоит нашу отрасль. Поэтому необходимо очень тщательно все это изучить. Мы за принятие норм и так далее. Но мы считаем, что необходимо обеспечить общую защиту. Поэтому мы хотели бы прежде всего стремиться к такой защите. И что это будет означать с точки зрения всех, кто этим занимается. Спасибо, говорит Трейси. У нас мало времени. Но у нас есть еще один вопрос из зала по этому раунду. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут доктор Монахак. Я из Германии. Я занимаюсь вопросами искусственного интеллекта в медицинской области последние несколько лет. Я не инженер, но я работаю с экспертами, со специалистами. Я отвечаю за поддержку сети врачей в ЕС. Я хотела бы отреагировать на то, чем Ритл Фалак. Я работаю с 16 странами. Я встречалась со множеством экспертов. Беседовала с ними, с представителями огромного числа компаний. И у меня такое ощущение, что эти знания утрачиваются. Можно ли создать какой-нибудь центр знаний по всем доступным технологиям? Не только по вопросу кибербезопасности, но и центр, который бы обучал тому, как избегать ошибок, учитывать гендерную проблематику и так далее. Мы в ЕС создаем инструменты передовой практики. И обучить коучей, например, тех, кто знаком с психологией, социальными науками, с тем, чтобы они могли поддерживать технических экспертов. Потому что нередко те, кто занимается технологиями, не учитывают все остальные аспекты. Мне это ведется следующим образом. Какой-то центр знаний с тем, чтобы люди из Африки, например, могли бы получить доступ к нему. Вот и все. Как вы думаете, вы могли бы объединить вопросы? Да, хорошее предложение. А удаленные эксперты хотели бы прокомментировать или отреагировать на комментарии, которые только что были сделаны? Спасибо за вопрос. Коллеги справа сначала, потом коллега из зала, потом коллега слева. Пожалуйста. Спасибо, Трэйси. Я из Бенина, меня зовут Кауси. Работаю в Министерстве экономики и финансов в Бенина. Спасибо, Фалак, за ваше выступление. У меня к вам один вопрос. Можно ли использовать солнечную энергетику для того, чтобы решить проблему нехватки электроэнергии для критически важной инфраструктуры у нас в Африке? Большое спасибо. Коллега с правой стороны от меня, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Позвольте представиться. Министерство Ганесс. Я работаю в правительстве Непала. секретарь, вовсе премьер-министра. Мы обсуждали вопросы кибербезопасности и киберпреступности. Мало, что было еще сказано о кибербезопасности детей. Ведь доклад он показывает, что одна из пяти девочек подвергались сексуальной эксплуатации или насилию до достижения 18-летнего возраста. Каждая пятая девочка. Есть ли у нас большая проблема, стоящая перед нами? Позвольте мне обозначить список вопросов, которые необходимо рассмотреть. Нам нужен целостный подход. Но этого недостаточно. Нам нужен отдельный договор по кибербезопасности детей. Потому что есть определенные особенности, характеристики, которые свойственны именно этой группе населения, детям. Во-вторых, я хочу подчеркнуть следующее. И об этом уже говорили. Необходимо наращивать потенциал самих детей через структуры управления интернетом и через технологический аутрич. Нужно проинформировать детей об их правах. И нужно их обучать, повышать их грамотность цифровую. Третье, наверное, самое важное. Эти преступления имеют трансграничный характер. Нам нужно региональное, трансграничное сотрудничество между технологическими компаниями, частным сектором и государственными структурами. И это очень-очень важно для того, чтобы бороться с проблемой сексуальной эксплуатации детей. Я хочу это подчеркнуть. Спасибо. И у нас выступление онлайн. Да, спасибо, Третье. И был задан вопрос от удаленного участника, от Ройла из Шри-Ланки. Как влияет Конвенция по киберпреступности на проведение расследований в области кибербезопасности? И вопрос от Амира. Что можно сделать, когда трансграничные платформы отказываются сотрудничать с компетентными органами на национальном уровне при проведении расследований в случае киберпреступности или отказываются сотрудничать с представителями страны? Могу я ответить на вопрос коллеги из Германии? Я согласна с вами. Естественно, стремление многих из нас создать общий центр, доступ к которому могли бы иметь разные центры, разные страны, разные регионы. Могу сказать вам, что есть усилия, направленные на создание базы данных, по крайней мере, в организации латиноамериканских государств. Также есть рабочая группа открытого состава по кибербезопасности в ООН. Они также работали над созданием базы данных с участием экспертов из разных стран. Это, конечно, не общая картина, но это, по крайней мере, начало такой деятельности. И эту работу нужно продолжать. Сложность состоит в постоянном обновлении информации, потому что это дорого стоит, и сделать это сложно. Но идея эта хорошая, и мы этим занимаемся. Я думаю, что в ООН создается, скорее, ограниченный список контактных лиц. Идея замечательная. Вопрос в том, каким образом обеспечить вот этот мостик между техническими специалистами, теми, кто занимается заставлением политики. Вот в моей организации у нас есть руководство, инструменты, и кто угодно может получить доступ к этому на нашем портале. Не только члены нашей организации, но есть и другие ресурсы. Ольга, вы меня слышите? Ольга, вы меня слышите? Да, Фалаки, кажется, хочет выступить. А Катица? Катица, простите. Простите, я не видела, что вы просили слова. Пожалуйста, Катица, вам слово. И в очереди у нас Гисай. Гисай, мы вам дадим слово через минутку. Катица, пожалуйста, вам слово. Да, очень трудно участвовать в удаленном формате, но я рада тому, что такая возможность все-таки есть. Спасибо, Ольга. Очень много было интересных вопросов задано и поднято во время этой дискуссии. Одна из них касается применения международного гуманитарного права, международного права в целом. Давайте отвечу в разрезе переговоров по международным договорам. Я не хочу, чтобы это смешивалось. Мой ответ был применим к переговорам по другим международным договорам. Если говорить конкретно о договору по кибербезопасности, то если говорить о полномочиях проведения расследований, то эти меры являются обязательными к применению, а меры защиты являются необязательными. Есть глава по международному сотрудничеству, раздел по международному сотрудничеству, и это должно подчиняться международному гуманитарному праву. И определяется основа для международного сотрудничества. Но вместо этого договор ссылается на национальное законодательство. И в том, что касается уровня защиты личной информации. Это означает, что если одна страна хочет оказать помощь другой стране, помочь в проведении расследования по киберпреступлению, то тогда помощь, которая предоставляется по сбору вещдоков, например, будет этим руководствоваться. Но у нас ведет часто 196 стран. Уровень защиты прав человека и уровень защиты личной информации находятся на разных уровнях в разных странах. То есть у нас нет единого стандарта. И у нас нет единого стандарта, которым должны следовать все государства. Тем самым мы допускаем надзор, не обеспечивая защиты. И это для многих стран очень плохо. И нужно сказать, что некоторые страны очень активно используют свои возможности по слежке. И это применяется в отношении тех, кто критикует правительство. В отношении таких лиц начинаются уголовные расследования. Например, за публикацию своего мнения в Твиттере. Или в отношении ЛГБТ и так далее. Потому что в стране такие законы. Поэтому, если говорить о международном сотрудничестве и при этом позволяя странам решать, на какие виды преступлений распространяется международное сотрудничество без каких бы то ни было ограничений, которые будут прописаны в договоре, тем самым мы создаем юридическую основу для международного сотрудничества по преступлениям, которые для одной страны преступлением являются, а для другой не являются. И которые являются для другой страны вопросом соблюдения прав человека. Поэтому необходимо, чтобы в этом международном договоре было четко прописано, и чтобы это стало предметом переговоров. И необходимо, чтобы этот договор описывал примеры киберпреступлений с тем, чтобы это не приводило к злоупотреблениям. Вот что меня беспокоит. Далее в том, что касается отказа предоставить помощь в проведении расследования по киберпреступлениям. Иногда компании отказываются сотрудничать, ссылаясь на гуманитарное право. Некоторые страны, как я уже сказала, например, считают, что быть ЛГБТ – это преступление. В некоторых странах журналист, написавший какую-то статью или активист, написавший сообщение в социальных сетях, становятся жертвой таких преследований. И компания в таком случае должна иметь право отказаться от сотрудничества, потому что такой запрос является непропорциональным совершенному преступлению. Конечно же, речь не идет о случаях, которые позволяют уважать права человека и при этом проводить расследование в случае киберпреступлений. Но если мы говорим о любом преступлении, как бы ни определялось оно в национальном законодательстве, то тогда будет очень трудно понять, на основании чего можно отказать в таком случае в международном сотрудничестве. И, соответственно, демократическим странам будет очень трудно отказать в предоставлении информации. И им будет даже трудно в этой ситуации понять, что такой запрос является непропорциональным мнению, и у них не будет оснований для того, чтобы отказать в оказании международной правовой помощи. И, соответственно, они будут вынуждены передавать информацию об активисте, например, в ту страну, где выражение своего мнения может завершиться арестом, пытками, сроком тюремным и так далее. То есть это некие транснациональные трансгрессии. Поэтому очень важно не подрывать проведение международных расследований киберпреступлений, но при этом нужно иметь возможность следить за пропорциональностью запросов. Спасибо. Мне кажется, что вы очень хорошо представили нам общую картину того, насколько сложный этот вопрос с разгонеченной точки зрения. Кусай. А после этого мы будем вынуждены перестать принимать вопросы из зала. И потом будет возможность у вас высказаться и сделать последнее завершающее заявление. Кусай. Да, я из Кювейта. Здравствуйте, Ольга. Тут речь шла о необходимости международного сотрудничества по киберпреступности. И многие сказали, что еще много предстоит сделать, прежде чем будет готов такой договор. В начале века, помните, у нас была декларация по киберпреступности, и около 40 стран подписали эту декларацию. Однако, если говорить о догонеченном сотрудничестве, эта декларация не способствовала расширению такого сотрудничества. Вы уверены, что нам нужен договор? Может быть, мы можем укрепить и расширить полномочия тех организаций, которые сегодня же работают в этом направлении? Например, Интерпол. Ведь Интерпол занимается расследованием киберпреступлений. На основе Интерпола проводить уголовные расследования, обмениваться информацией и укреплять взаимоотношения между странами по всем этим вопросам. Можно ли таким образом укрепить роль Интерпола, а не создавать новую конвенцию или новый договор по киберпреступности? Спасибо, Кюсай. Давайте я дам слово каждому из участников дискуссии, а потом мы завершим эту сессию. Вы можете отреагировать на заданные вопросы или просто выступить заключительным словом. Спасибо, Ольга. Когда ведутся переговоры по конвенции, не по договору по кибербезопасности, это в будущем, а по киберпреступности сейчас ведутся переговоры в ООН. В некоторых случаях мы начинаем с очень объемных документов, которые включают в себя права человека, другие предлагают сконцентрироваться на киберпреступлениях. Но я согласен с тем, что необходимо улучшить операционное скоординирование действий. Интерпол – отличный механизм для этого. Мы создали сеть контактных лиц. Сейчас в нее входит более 80 стран, если я не ошибаюсь. Это мои завершающие слова. Все постоянно меняется в этой области. И эта тема становится все более важной. Если вы не следите за тем, как ведутся переговоры в ООН, если вы не знаете, что происходит на региональном уровне, то я рекомендую вам начать это отслеживать, потому что это имеет прямое отношение к деятельности IGF в том числе. Но при этом самое важное – это наращивать потенциал разных стран. И поэтому я хочу пригласить вас работать вместе с нами. Если вы еще не входите в состав ЧИФСИ, то, пожалуйста, вступайте. Может быть, вы заинтересована страна и так далее. И в том, что касается наращивания потенциала, то, что помогает нам победить зло и нарастить добро, такая возможность существует на основе сотрудничества. Я хочу продолжить эту тему, тему наращивания потенциала. Я считаю, что компания также может внести в это свою лепту. Нам нужно задуматься над тем, как повысить безопасность для всех. Я думаю, что это делается не только между правительствами. Нужно задуматься над тем, какие у нас есть ресурсы для наращивания национального потенциала. И потом уже говорить о сотрудничестве. Это может быть сотрудничество, которое принимает форму обмена информацией в случае угрозы. Но прежде всего я считаю, что очень многим нужно понимание инструмента для того, чтобы понять, как себя защитить. Благодарю вас. Вы могли бы прокомментировать? Спасибо. Я считаю, что мы здесь обсуждаем очень сложный вопрос. И времени у нас осталось очень мало. Критерии, которыми мы оперируем, они неоднозначны. Есть, с одной стороны, обязательные к соблюдению инструменты, то есть это международные договоры и конвенции, которые не всегда соблюдаются. Далее здесь есть речь о вопросах применения. Право применения. Нужно решить этот вопрос и продолжать здесь вырабатывать консенсус. Для развивающихся стран ситуация особенно сложна. И здесь много говорится об укреплении потенциала. Но попросту нельзя сравнивать развитые страны и развивающиеся. Какими способностями обладают развивающиеся страны, как они могут преодолеть цифровой разрыв, разрыв к финансированию, попросту доступ к информации. Здесь паритета нет. И эти темы необходимо продолжать обсуждать. Помня об ответственности, которая лежит на наших плечах, и о том, насколько мало у нас времени, потому что проблемы кибербезопасности продолжают нарастать. Спасибо. Спасибо, заместитель министра. Пожалуйста, онлайн. Елизавета, пожалуйста. Пожалуйста, 30 секунд буквально на резюме вашего выступления. Поблагодарить дорогих коллег за эту дискуссию и призвать объединить усилия для работы вместе. Мы всегда открыты к кооперации и приглашаем участников сегодняшней дискуссии присоединиться к карте «Цифровая этика детства». Я обязательно пришлю вам ссылку на наш сайт, чтобы подробнее ознакомиться с нашими проектами. Я надеюсь, что вместе мы сможем сделать будущее поколение защищённым от киберукросс, а мир будет счастливым, безопасным и комфортным. Спасибо вам. Большое спасибо, Елизавета Фулаке. Большое спасибо, Трейси. Мне кажется, необходимо развивать культуру кибербезопасности, что поможет улучшить коммуникацию и координацию на международном уровне и на региональном тоже. Это необходимо для укрепления сотрудничества с партнёрами, с тем, чтобы укрепить тот самый потенциал, который требуется нарастить. Спасибо, Катиция. Слово вам. Пять секунд буквально. Большое спасибо. Я хочу в заключение сказать, что права человека имеют универсальный характер. И при этом это универсальные права человека, это принципы, которыми должны руководство со страны при определении своего поведения, своих действий. Поэтому, говоря о киберпреступлении, мы, конечно же, должны одновременно и вводить какие-то гарантии отсутствия излишнего надзора, излишней слежки со стороны государственных органов, при этом соблюдение национального суверенитета. И здесь необходимо сотрудничество и соблюдение международных прав человека. Если вопрос суверенитета и прав человека нередко рассматривают как конфликтующие, это не так. Это не обязательно так. Необходимо действительно ввести в действие некий международный инструмент, который бы учитывал не только суверенные права наций, но также учитывал универсальные права человека. Речь идет не о подчинении национальных стандартов каким-то правилам, а о выводе их на качественно новый уровень. Все это делать посредством международного сотрудничества. Нам нужна конвенция, международный договор, которая бы продвигала права человека, вместо того, чтобы использовать суверенитет, под прикрытием суверенитета подрывать права человека. И еще раз необходимо, чтобы в таком международном инструменте были полностью учтены вопросы прав человека, чтобы права человека фигурировали не только в преамбуле, но и во всех статьях этого международного инструмента. На этом у меня все. Спасибо за приглашение. Спасибо Катице, Трейсе и заключительной комменсарии. Нет, спасибо. Хочу поблагодарить всех участников. Пожалуйста, Ольга, заключительное слово предоставляю вам. Спасибо. Спасибо за конструктивный диалог, за обмен информацией, за проявленное сотрудничество. Я всегда за технологию и при этом верю в людей. Поэтому здесь важно не только место назначения, то, к чему мы стремимся, но и, собственно, путь к этому. Благодарю вас еще раз. Благодарю наших участников и зрителей. Спасибо участникам, подключившись к нам онлайн и специалистам, которые выступили онлайн. Спасибо. 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 Спасибо.